Привет, непрофессионалы и дилетанты, меня зовут Александр Бугнов, и мы продолжаем наш эксперимент, который собрал довольно большую аудиторию, и я упустил один момент, Александр Бугнов сыграл за сборную России, лучшим был в своей команде, 7-9, ни у кого такой оценки нету, даже близко, там Киржаков в конце забил, непонятно как-то. И сборная России на чемпионат мира, естественно, не попала, не прокопыла, так что Александр Бугнов будет принимать участие в квалификации, но мы будем следить, будем следить, как он играет, да, ну и, ну и, подожди, Спартак, Спартак все свои матчи уже срывал, этот матч мы смотрели, да, мне интересно вот что. Вы писали там, что Бугнов слабый игрок, что у него характеристики не соответствуют, да, ты посмотри сюда, блин, подожди, центральный защитник обороны. Принятие решений 7, самобалдание 9, но это потому что ему 16 лет, представляете, что ему будет там лет 20, у него уже эти показатели поднимутся, вот увидите. А пока посмотрим, что будет в межсезоне, может быть наш, вернее, мой клон куда-нибудь перейдет. Между тем, руководство команды Спартак уволило Карпина в очередной раз, блин, тут никогда сезона не проходит, как Карпина увольняют. Все, Федун сказал, Валера, до свидания, блин. Ну только чем это теперь закончится для Бугнова? Кстати, я не посмотрел, Алекс Бугнов, так, характеристики, информация, любимая, любимая персона, потому что Фабио Капелло, Николай Писарев и Юра Мавсисер. У него есть агент, самый лучший, который лучшего псыж, какой-то псыж, месторождение, агент псыжа, и у него, он терпеливый, значит, останется Бугнов, скорее всего, в своей команде. Но это у него лучший, лучший клиент, у него таких просто нету больше такого уровня этих футболистов. Так что ждем пока, что будет, может, перейдет все-таки куда Бугнов. Ну а тренером Спартака стал Мядрак Божевич. Посмотрим, что будет с Бугновым при Божевиче. Ну, он здесь такой достаточно загруженный, видишь как, ну, у него оборонительные функции хорошие, так что, может, они сработаются с Бугновым, да? Ну и Манчестер Юнайтед проиграл в финале Лиги Чемпионов Челси. Но это все потому, что Манчестер Юнайтед тренирует луча на Спалете. Ну это все, это сразу домой на выход, блин, Спалете назначили тренером. Все, до свидания! Между тем, Александр Бугнов становится победителем приза по выбору игроков. Он провел серию сенсационных игр в 27 матчах, а там 3 результативные передачи. Заработал оценку 7.79. Это намного! На массы превышает всех остальных. 7.79! Это Халку не снилось, понимаешь? Поэтому Дане тоже 16 лет, ты знаешь, что он мужиков обырлывает, блин, только так вывом по асфальту возят, блин. Вот. И Дзюбиньо вернулся, а, видишь, да, состав Спалтака. Так что, может быть, сработается связка Дзюбиньо и Бугнов в следующем сезоне, если Бугнов, конечно, не уйдет из Спалтака. Между тем, Бугнов обдумывает варианты. Он собирается перейти в ПСЖ. Представляешь, ПСЖ, а это Франция, а по-французски Бугнов у нас говорит. Так что, он, он вполне может перейти в ПСЖ. И там уже посмотрим, насколько он будет хорош. Ха, а между тем, между тем, Дзюба, ха-ха-ха, лохомотив собирается, представляешь? Да, то есть уровень, уровень реализма зашкаливает. Тут какой-то игрок по фамилии Кончи, понимаешь? Кончи, ну что за игрок, блин, из Манчистов-Сити. С Полити хочет купить Кончи. Ну ты понимаешь, что это не то, куда должен двигаться такой клуб, как МЮ. Был бы я трейнером МЮ, да, я бы совсем по-другому вел политику. Но, блин, это вообще никуда. Инсаулальда отверг паук. Ха, да паук, ты опомнись, не бери ты его, блин, Инсаулальда. Зачем тебе Инсаулальда? Это двоечник, он у меня больше двойки не получал, блин. Это все, это конец вашей команды. Что у вас там с защитниками, совсем беда, что ли? Покажи мне своих лучших защитников, давай. Так, Хедвики с Мадуром, ну что, плохой защитник, что ли? Да, лучше этого Инсаулальда, а нас 50. Я шучу, конечно, но это правда. Ну а мы интересуемся же судьбой Бугнова. Так что, пока ждем. Итак, между тем, Александр Бугнов начинает свой путь в товарищеском матче с командой Шумин 2010. Болгарская команда 29-го года основания, да, без менеджера, без капитана, без вице-капитана, вообще без игроков. Ха-ха, и они у них победили 5-0, потому что все, и Рыбров еще карточку получит. Слушай, Рыбров, в основном, вот так, печально. Бугнов, 8-1, одна из лучших оценок в команде опять. Опять не допускал ошибок, понимаешь. За это время у него уровень, ну, примерно тот же остался, но у него потенциал огромный. Им два клуба интересуются. Это Ювентус и Биал Мадрид, ты знаешь, лучшие команды мира интересуются Бугновым. А потому что губа не дура. У них здесь у Спатака весь шлаг возвращается, не пойми откуда, да. Манчестер не стал подписывать внимание Видича, посмотри, Видич. На свободный трансфер ушел и может быть подписан бесплатно. Это хорошая возможность усилиться, да. Сейчас зайдет чемпионат мира по футболу. Так, подожди. Чемпионат мира по футболу. Кто там играет на чемпионате мира? Я посмотрел, там немцы, немцы настоящие принимают участие, да. Вот, смотри. Так, Варенция, подожди, World Cup. Вот. Немцы, немцы состав настоящий выходит, представляешь? Я, я думал, а почему, почему у меня в том сохранении не было у настоящих немцев? Потому что нужно было заново начать. Вот, вот и ответ. Ну, Нойер, это шикарный вратарь, ты посмотри на эти показатели, блин. Это технико-тактические действия зашкаливают. И, что мы видим, да. Во второй раунд, так, групповую стадию, давайте разберем так. Бразилия, Греция прошли. Группа Б. Камерун, Япония. Англичане вылетели, опять, блин. Да что ты будешь делать? Они каждый чемпионат, фавориты, фавориты, блин, и вылетают. Кагава и Репошки похоронили, короче, Аргенчан. Они хоть урагуайцев выиграли, но Урагуай вообще завалил этот чемпионат мира. Группа С. ЮАР, Голландия, Норвегия, Катан. Ну, ЮАР с первого места, блин, не клуба. Ха-ха. Первый матч, потому что они выиграли у голландцев. И это, это серьезно, сбор на ЮАР прибавляет. Группа Д, Италия, Нигерия, Бельгия не прошла. Ну, там 6 очков у всех, и Коста-Рика здесь оказалась в группе смерти. Так, подожди, группа Е, группу Ф пропустили. Чили запередил Испанию, представляешь, что группа Е пропустили. Португалия, Ермания, португальцы с первого места прошли. Группа G, Аргентина прошла, Мексика на последнем месте. Представляешь, что-то интересно. И группа H, Колумбия с первого места вышла, а не Франция. Ну, то есть Хамес, понимаешь, Хамес в каждом матче забивает. И это, это здорово. И во втором раунде Бразилия вылетела от епушек, Камерун вылетел от греков, ЮАР вылетел от нигерийцев. Итальянцы единственные, кто с первого места обыграл пока соперников, а голландцев. Тут уровень игры наверняка был очень высокий, да, статистика матча. Давайте посмотрим. Да, ты посмотри, по технико-тактическим действиям, Дерроси, сколько делать, да. Ты посмотри, как должны играть. Опорники, центральные полузащитники. Чтоб ты знал, вот Дерроси, модельные показатели. Это, это не просто так, блин. Голландцы смотрим, да, что, много брака, но по объему, по объему, сколько они делают, надо смотреть. Сколько делает, блин, сколько делает Вандервит. Это уровень чемпионата мира. А сборная России сюда не попала, поэтому ей тут делать нечего. Посмотрим дальше, что будет. Между тем, Спартак распродается. Пареха ушел в Севилью. Ворис ушел в Рубин. Дзюба ушел в Вахомотив. Митрюшкин ушел в Вахомотив. Причем Митрюшкин за 4 миллиона ушел. Представляешь, что за лотер. Инсауральда в аренду. Честом ушел в Косимпасу. Представляешь, в Турцию. То есть, Спартак распродается. Может, готовит место для нового контракта Бубнова, да. Но с учетом того, что никого не покупает, тут играть некому. Играть некому. И, подожди, а где Бубнов? А вот, Бубнов в составе. Но что-то мне не нравится, то, что Карпин делает. Он может так команду в могилу свести. И теперь посмотрим, что еще Брызгалова. Представляешь, Уфа покупает у Спартака. То есть, настолько у Спартака все плохо, что они распродаются. Или что? Потому что это нехорошо. Чемпионат мира. Полуфинал Италия-Германия. Нигерия-Португалия. А в четвертьфинале епушки проиграли итальянцам. Греки-нигерийцам. Португалы выиграли у Ирана. Иран без четвертьфинали играл, блин. И Германия-Аргентина. Повторение финала. Тут Мюллер. Вот Мюллер. Мюллер. Это футболист. Смотри, сколько у него позиций. Везде может играть. С таким вторым столбиком он все что угодно может делать. Вот так вот. Конечно, на вид ему лет 40. Но, знаешь, играет очень хорошо. И Бугнов. А Бугнов он так же будет играть. Чемпионат мира. Выиграли португальцы. Мы ничего не пропустили. Кристиан Ломнадо лучший бомбардир. Лучший игрок Мюллер. Так, подожди, подожди. Вот, Португалия. Не спали всю ночь, блин. Не спали, понимаешь. Ювентус подписал Хавьера Эрнандеса. Какие еще новости? Спатак. Спатак продолжает распродавать игроков. Я не понимаю, что происходит. Что происходит. Но они взяли только Георгий Шелли. Вратаря. Вместо Митрюшкина, видимо. Вот. Ну, не продают Бугнова. Продали Дзюбу. Продали еще и этого. А, отпустили Велитана, да, на свободный трансфер. Вот. Продали Камбарова. Кирилла Камбарова. Сейчас им трансферное предложение ему сейчас делают. Да, Ланжи. Вот. То есть Спатак распродается. Но никого не покупает. При этом, при этом. Спатак уже сыграл матч в премьер-лиге первый. Против Амкара. 3-0. Поль победа была. Но, знаешь, Бугнов. Бугнов играл, видимо, на фланге, что ли. У него оценка 76. Он довольно здорово выглядел. И, по сути, единственный игрок в составе Спатака, который внимания заслуживает. Но пока у Спатака все хорошо с отсутствием травм. Да, будут травмы. Будут травмы. Кто играть будет? Да, че надо. При этом Спатака идет без поражений. Обыгран на МКАД 3-0. Не только без поражений. Без пропущенных мячей. А чья это заслуга? Конечно же, Бугнова, да. Который настолько хорошо играет, да. Что не дает просто усомниться в своем мастерстве и является столбом обороны. А мы посмотрим матч против ЦСКА, чтобы утвердить, что ли, свою гипотезу относительно того, действительно ли Спатак такой сильный. Или это просто случайность. Потому что ЦСКА это серьезный соперник. И знаешь как, здесь могут сказаться все проблемы Спатака. Потому что Спатак, не имея, ну кроме Бугнова, там нет игроков. Все остальные там просто стойки, понимаешь, которые можно обыгрывать на раз-два. Если Спатак покажет, ну про Божевича, про Божевича, какой-то, знаешь, уникальный, 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 ланга уходит, посмотрите. Какой-то уникальный стиль рвы, за счет которого он выиграет, я не знаю. Здесь, здесь большие проблемы. Думбия новый контракт заключает, а Спатак, Спатак Бугнова не продает, потому что, видимо, они за какие деньги не продают. Вот, это мы сейчас матч-то посмотрим. Так, подожди. МЮ 6-0 выиграли в матче Лиги Европы. МЮ же в Лиге Европы играет, потому что Спагетти, Спагетти их туда согнал. А ЦСКА Березунский, Игнаши, причем Алексей Березунский. Кризис обороны налицо. Матч только сыграл за сборную, но у ЦСКА еще какой-то хитман. Но это слабый, слабый нападающий. Бугнов должен легко справляться. Вот по фамилиям-то боевой, но как он будет в агрессии, а показывать, это другой вопрос. По схему 4x-3, что мы смотрим на Бугнова персонально, потому что это защитник. И много голов он не забивает, он вообще не работает, он не забивает уже. Но это совершенно не означает того, что... Посмотри, какая ошибка. Бугнов, он все старкует и чистит, и точные передачи не дает. Это не просто так. Макеев включать. Наслажды. Это не засчитанная группа, потому что о всадьбе Иванетадоу. Это же я увидел! Ха-ха-ха! Ай, миспопак. Акинпиев. Ну, Акинпиев сдал-то сегодня. Она ему такое мнение выкинула. Да, ну посмотрим. Там Балов пошел. Может быть, Божьевич от шлака просто таким образом избавляется, да? Ну, это можно, по крайней мере, объяснить. Бианутчик. Мышак. Получает меч спиной от воротов. Обратите внимание, да? Там Балов. Где-то есть. Бакеев там был. Писер. Писер воротов. Что-то как-то. Слышишь, Бугнов, да? С писей и воротов он еще... И здесь... Да как? Подожди! Подожди! Ну, это был обыгрыш. Смотри. Бугнов рядом с Думбеей, да? Он через ногу! Он через ногу наступил на ногу! Представляешь? Бугнову! На ногу наступил! Пенальти надо было давать в ворот от ССК за такое, блядь! Судья! А смотри, Лапочкин, где стоит, блядь! Да ты понимаешь, что ты... Да нет! Нет, представляешь, он должен рядом был стоять. Он не видит оттуда, что Думбея мне на ногу наступил, блядь! Наступил на ногу! И что ты думаешь, как он прошел меня, блядь! На ногу наступил, за футболку придержал и побежал, блядь! Это... Это... Так нельзя делать! Это судья полностью себя дискредитировал! Вот здесь! Вот здесь! Вот! Вот! Наступил на ногу мне! Ты представляешь, что он так все ролы забивает! Этот... Думбея! Ничего в нем нету! Тоже мне нашли... Эээ... Футболиста мирового уровня! Вот! Ну куда ты бьешь, Бианучи? Там, понимаешь, там Бугнов, Бугнов не ошибся! Ни в коем случае! Это... Эээ... Ну, Думбея нарушал правила! Нарушал правила, и это... Эээ... Очевидно! Думбея там винить легче! Окей, вошел! Ну куда ты даешь, если ты видишь, что он в офсайде, то Бианучи! Уровень игры Спартака, это нечто! Эээ... Просто... Как можно вообще... Тунигу задавать? Система, здесь он на удар был! Ну куда ты выходишь? Ты посмотри немножко, по сторонам смотри! А, подожди! А, а что в бакете случилось? Замена, чтобы была? Почему в бакете нету? Так... Статистика матча... Ого, ого, матьча! Нет, нету замены! Тоски! Подожди! Ну тоски-то вместо кого-то вышли? Еще и травмы пошли! Бакете на флаг сместился! Да... Там... Неплохо так! Эээ... Но нету перехода! Нету перехода... А-а-а-а... Капаки! У шака травма, знаешь? А все ложится на плечи гноба! Он за этих недобитков дорабатывает, понимаешь? И устает сам! Кост там выходит! Один на один! Ну там от импеек уже не может попротать! Ха-ха-ха! Эээ... Один на мин, что? Ну... Спатак переламывает ход игры! Да... Эээ... Здесь... Здесь смотри! Ошибка! Ошибка чья? Алеша Березуцкий! Ну двойственник приемки! Там делать нечего было! Ножку поставь! И все! Мячик ударится! Отскочит! Эльм! Подача из машины! Да ты понимаешь! Миланов! Стол! А кто с Милановым играет? Назад! Мотай! Бакетик! Бакетик! Что ж ты позволяешь-то бить по воротам? Буглов единственный, кто нормально... Он защитил работу по Спатаке! И еще видишь, он Эльма выкосил просто сейчас! Буглов нанес травму Эльму! А ты думаешь, просто так что ли? Буглов... Он в Спатаке столб! Оплот обороны! Его надо к Атакам подключать! А-а-а... Бужевич об этом не знает! Марсисиан бросает! Ну да, прошел! А Акинфеева как будто там и нету! А у Спатака! Смотри, пол состава! Там то калека, то инвалид! Куда ни плюнь! И где Лапочкин? Почему он не стоит возле штрафной площади? Он не успевает бегать! Потому что медленно двигается! Ну, прибесковых таких судей у нас не было! Буглов, смотри, безуходно поле! Он... Несмотря на то, как против него играют, да, грубо и жестко... Он... Он продолжает самым свежим оставаться в Спатаке... Еще ему ка... Давай по нему... Ты кому каточку даешь, Лапочкин? Ты должен этому думбие своему каточку дать! За то, что он со мной сделал в первом тайме, блин! На ногу наступил! Тебе надо на ногу наступить! Чтобы ты понял, что это больно! А Кенфея там пошел! Вот, перехват! А Беляш тоже вышел на поле! Что ж, Беляш? Беляш! Что ты творишь, блин? Пора тебя уже в мавзолей класть рядом с Лениным! Ха-ха! Еще непонятно, кто возложился с Лениным! Ха-ха! Ну, Спатак победил! И победил благодаря Бубнову! Который, да, Лапочкин отсудил не лучший свой матч! Я согласен! Потому что... Потому что настолько... Настолько безалаберно отработано было! Стыдно! Стыдно людям рассказывать, что происходит! Потому что... Настолько деквалифицированно отсудил, да? Настолько много ошибок допустил! И не увидел, что мне на ногу наступил! Это двойка! Судье двойка! Итак, Александр Бубнов остался в Спартаке и сыграл второй матч со сборной! Сборная победила англичанца, еще там 3-0, представляешь? И совсем скоро, точнее сейчас, сыграет с командой Ирландии! Этот матч мы тоже посмотрим! Честно говоря, не знаю, насколько сборная России будет готова! Но с Васиным, понимаешь, с Васиным Жирков, который здесь не Юрий, а Алекс, потому что игрока, который был генетическим материалом, тоже звали Юрий! Но теперь больше Юриев нету в этом мире, потому что все они стали Алексами! У Ирландцев очень опасный игрок вот этот, Джек Гриллиш, потому что это топ-уровень! Вот действительно сильный футболист в Магиде мы знаем, какой он уровень, но если он с настроением будет играть, то это тоже сильный игрок! Шейн Лонг, Гибсон, да, это все крепкие футболисты, но сборная России фаворит, потому что Бубнов-то в составе сборной России! Понимаешь? Вот, иначе и быть не может! Ну, Киржаков, Саша, куда ты? Куда ты так играешь? Камбалов пошел! Ха-ха-ха! Ой, провеска таких бы защитников бы выгоняли, блин, из команды, как у Ирландцев вообще! Ну, смотри, смотри, что происходит, да, двоих на себя собрал Камбалов, нападал, да, и все здесь! И вратарь ничего не может сделать, блин, и защитники, это двойка! Обороне, так же тут не сколько Камбарова заслуга, Камбаров-то уже подавать не умеет, он наугад, понимаешь, махнул куда, и получилось! Так что не надо, вот тут гол Камбаров, понимаешь, да не было, тут Бубнову карточка! Да пошли вы все, блин! Какая карточка? Кто судит этот матч? Я всегда узнаю, да, Валерий, Валерий, это, это Карпин! Это происки Карпина, понимаешь, назначить этого судью, это происки Валерия Карпина! Я же не глупый человек, я же это понимаю! Потому что, ну, это не просто совпадение! Блин, это псевдоним, Карпина уволили из-под така, он в суде подался! Я же, вот, отсюда вижу его кудряшки! Он их уже не спрячет! Камбаров, куда, куда, куда даешь, блин! Нормая, хорошо! Киржаков, смотри, пошел к Зюбине, но это зря его отдали, конечно! Спотаки, да? Дальний удар! Но Бубнов должен приходить, что отмой! И Бубнов, смотри, какие острые моменты, смотри! Вот, как инфирик! Играет далеко, из коломейцев, комбаров! И надо, надо подавать на Бубнова, понимаешь? На Бубнова надо попросить штрафную пойти, как Бестов не напросил! Все! 2-0! Женька Макеев! А он помнит, как мы Лигу Чемпионов с ним брали! Когда я Спотак тренировал! Спотак у меня был, это, топ-командой, понимаешь? Не просто, не просто так, как сейчас все говорят, там, ну, Спотак, Спотак... Спотак тогда всех рвал просто! Уничтожал всех, понимаешь? Баварию мы уничтожили! Кто не смотрел, посмотрите! Потому что это было превосходство тотального Бесковского футбола! Дзюбиния там тоже был! Поломиться! Смотри, какой пас! Пежаков, Дзюбиния! Ну, это все! Это унижение! Да! Да какой! Это Валера! Он Дзюбу не любит! Ты же понимаешь, да, что это не случайно! Вот он голы отменяет, карточки показывает! Это все не случайно! Это для лохов развод! Шейн Лонг пошел, но Бубнов там его не пустит! Да, конечно! Это ошиблись защитники, которые сейчас на подбор не пошли! Бубнов свое дело сделал! Ему опять Лонг на... Это Дзюбия ему тогда на ногу наступил, да? И здесь тоже! А Валера, он... Смотри, где Валера находится! Он далеко от момента! Бубнов, смотри, как это работает! Вот! Опять на ногу наступил! И куда бежит Васин? Когда здесь открытый Маккарти! Понимаешь? Вот! Вот! А Васин стоит, блин, с толпу! Понимаешь? Он не понимает, что надо делать! А надо мяч выбивать! То есть этот стоит! И вот! И вот этот! Центральная зона! А Васин привет большой! Бубнов все сделал, чтобы гола не было, да? А Васин... Разбазарился! Все, что только мог, разбазарился! Ты думаешь, что нам моментов так мало ирландских показывают? Потому что Бубнов там напалмом выжигает все штрафно! Вот! Да все! Свистил же, Валерка! Как корень, да сам! Мамаев! Мамаев, как корень! Связочка! Чувствуешь, да, Пирс? Все! Это красная капочка! До свидания, Пирс! Нет, желтый еще похоже! Ну я бы классно это! Но Валера, он же, видишь, подсуживает! Мамаев, это двойка! За такое исполнение, знаешь, в беском... Я не буду говорить, что он заставлял делать! Потом, он знаешь, он мячи пинал в разные стороны, да? И ты должен был их собрать! А знаешь, он пинал их не просто по полю, блин! Ну то в грязь запнет, то куда-нибудь под трактор! И попробуй потом ему мяч не принеси! Потому что это было государственное имущество! Когда тебя за это закоражут, сажали и убивали! Экспериментом замечен... Я явный патриот, который всегда... Конечно, конечно! Здесь, здесь, здесь дело в том, что... Наша команда сборная России, да? Она победила! То есть, Бубнов, опять же, он свое дело знает! Хотя он и не входит, слушай, в число лучших, да, игроков! Но он всегда на первых валях! Правда, из-под ака он пока не перейдет! Отмотаем на половину сезона! Бубнов назван победителем в номинации Апашн Плеева в Риге! Мы заработали довольно высокую оценку от победителя Джакова и Чарлуку! Причем, причем, Бубнов мог выиграть еще в номинации, вот, выбор менеджеров! Но там всякие нетренеры и дилетанты не проголосовали за Бубнова! Они считают, что дубья, понимаешь, лучше! Да куда? Не попал даже в состав сборный Кот Девуата! Это нихуда не родится! Бубнов сорвал 7 игр уже за сборную России, да? Так, подожди, посмотрим, давайте! За сборную! Бубнов! Очень высокие оценки получил! Мексика, видишь, лучшие! Ну, 8-1, это высокие оценки! И по технико-тактическим действиям, мы смотрели матч в Ирландии, да, после 56 передач, что он читает точно! Ну, брак, брак большеватый и огромное количество брака в отборе, но перехватов 12 штук! Это шикарные показатели! Здесь головой он вообще не проигрывает! Отборы уже выигрывают почти все! Без брака играет с Мексикой, да? Потому что он прогрессирует! Голы, конечно, он не забивает, да? Даже за Спартак, у него нет голов, почему-то! Потому что тренер его неправильно использует! Была красная карточка в матче с Лохомотивом, и то он там не провалился! Ну, вот! Потом... Благодаря нему, Спартак... Спартак находится, знаешь, где? На первом месте чемпионате России! Потому что Бубнов играет в обороне! Потому что самое главное, это оборона! А у Спартака все остальные линии, это смех, понимаешь? Бубнов лучший абсолютно сейчас игрок Спартака! Травмирован Бакетти, травмирован Паски, понимаешь? Никого нету! Только Бубнов! Мы интересуются сейчас PSG и Real Madrid! Посмотрим, купят его или нет, наконец-то! Итак, Падрис Энджермен, традиционный соперник Red Star, сделал предложение по Бубнову 34 миллиона, да? Так, вот смотрим, да? Бубнов, Трансфер, Антарак сейчас согласовывает, 34 с половиной миллиона! И у них ушли многие сильные футболисты и Бубнов, смотри, кого они приобретают! Иванович, варан, варан, например, ну сильная будет защита, но у Бубнова появится конкуренция! У них, у них, принципиальные соперники Red Star! Я выйду против Red Star! Это будет очень, знаешь как, необычно, необычно! Потому что Red Star это все-таки по крови моя команда, ну и я покажу, что они были неправы! Ну все, после Спартака Бубнов ездит во Францию, в Париж, только теперь в Париж-Сен-Жермен, 34 с половиной миллиона, 153 тысяч в неделю, блин, у меня таких зарплат даже при Бескове не было! Вот! Здесь Бубнов, Бубнов уже, уже начинает осваиваться, да, им интересовался, им больше никого не интересовался, да, мы только поздравляем! Но зарплата во сколько раз вырастает, но в ПСЖ, в ПСЖ он перейдет только 2 июля! Представляешь? То есть он пока еще остается в Спартаке и это восстанавливает! Я надеялся, что он сейчас уже перейдет, но, но если, если так смотреть, интересно вот что! Если Бубнов уйдет из Спартака, понятное дело, что Спартак чемпионат России не выиграет! Но сейчас Бубнов остался в Спартаке и есть вероятность такая, что Спартак может выиграть чемпионат России, так что сейчас, в финальной части нашего эксперимента, сейчас, мы узнаем, выиграет Спартак чемпионат России или нет, просимулируем до конца сезона. И Спартак, Спартак выиграл титул чемпионата России, уверенно, ну достаточно уверенно, на 4 очка, И если смотреть по забитым, пропущенным, да, голлам, то есть преимущество заметно. Заметно, потому что видно было сразу, кто является в этом году у Спартака с толпом обороны. При травмах даже, достаточно серьезно, такой же Борис, как Бубнов, он все сделал для же команды спасти. Пришел Вильян, но это не тот из Челси, да? Ну нападающий, довольно сильный, на замену Максисиану, Лазар Маркович, тоже сильнейший футболист для чемпионата России, да? Так что не стоит удивляться, Спартак, ну Мэтью Лайон, кто такой, это голкипер, молодой, перспективный, да? И что хочется сказать, Божевич навел поред. Спартак избавился от шлака, наконец-то, да? Наконец-то. И приобрел в себе сильных игроков за достаточно приличную сумму. Лазар Маркович вообще обошелся сумасшедшие 38 миллионов, да? Но с учетом этого, это деньги за продажу Бубнова. Потому что Бубнов, и эта сумма еще не заложена, да? Бубнов уходит за 34 с половиной миллиона, представляешь? Насколько здорово, да? И они еще покупают вот центрального защитника сразу же на замену Бубнову. То есть это о чем говорит? О том, что Спартак встал на путь исправления, да? И они еще в финале Кубка России играли, но здесь не было Бубнова. Потому что он был дисквалифицирован за карточку. И только это спасло Ростов, иначе Ростов был бы повержен. Ну а так Бубнов себя здорово проявил. Он и в сборной России тоже сильно выглядел в матче с Австрией. И понимаешь, что с Хорватии мало брака. Мало брака. При этом потрясающие совершенно безошибочные действия. Это настолько большой профессионал. Кстати, гол забил в матче Кубка России, да? Настолько сильный игрок, которого ждет большое будущее. У него цена растет только 17 лет. Вот. Ну и если вам хочется узнать, что будет с Бубновым в Парис-Анджелу, где он будет уже далеко не первым игроком, тут Яго Силва, но уже стареющий, да, будет Бубнов с ним бороться. И молодой Вафаэл Лабан, с которым, скорее всего, он будет играть в паре. Так что, если еще на Нокер, да, уникли. Да. Ну серьезная конкуренция будет у Бубнова в следующем сезоне. Ну и как вы думаете, выдержит, не выдержит, да? Это десятый вопрос. Так что, если хотите узнать, что будет, я надеюсь, что вы посмотрите. То есть, серию так же хорошо, как и смотрели первую. Спасибо за просмотр, удачи и до свидания.